Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в Escape from Tarkov. Сегодня юбилейный 20-й день пути со дна. На дисплее геймплей Задикова в этом рейде я пытался найти топливо в деревне у тоннеля, так как с топливом на тот момент был сильный напряг. Но я его не нашёл. Рейд был тихий, никакого движения, только возня в деревне, поэтому я решил его не публиковать, за исключением момента, в котором я нашёл ключ, отмечен кинотаможне. Он стоил на момент записи около полумиллиона. Этот ключ мне нужен будет для квеста, плюс это отличная возможность найти что-либо ценное. Так что ключ у меня отмеченки в общагах таможни. Чак Норрис, Смак, Чебуран, Вон Блэк, Антон, огромное спасибо, ребята, за финансовую поддержку. Сегодня в планах квесты миротворца и что-либо из попутных квестов. Всем приятного просмотра. Понеслась. Ну что, разведцентр третьего уровня к бою готов. Всё, до максимума прокачали. Отлично, отлично, только топлива нет. Несмотря на то, что нет топлива, воду фильтровать я всё-таки могу. Отлично. А топливо у меня всё-таки есть, я там оставлял на чёрный день специально. Шушу топлива у меня осталось, так что производство идёт дальше. Сколько там? 7 часов? 7.45. А в УПХ у меня варятся? 7.59. Ну окей, пойдёт. О, да можно купить. Просто до этого какая-то проблема была и невозможно было у егеря купить топливо. Живём, пацаны. По миротворцу мне нужно две машины с потерянным грузом ООН пометить и настрелять 10 диких в спецснаряги, так сказать. Но 5 сухпайков можно купить, не обязательно вреди находить. Значит, покупаем шлем и покупаем бронежилет. Ну пойду с ВПО тогда, у меня же есть ещё квест Тарковский стрелок. Попробуем Тарковский стрелок ещё выполнить. Мне осталось двоих снайперов подстрелить. Значит, сойдём за ЧВК на берег, где вот берег. 10.57.55. Всё страхуем. Чешем на берег. Готово. Ну чё, поехали. После выполнения этого квеста от миротворца с пометкой грузовиков и убийством 10-х диких, сдача МРЕ, сухпайков. У меня поднимется уровень у миротворца, откроется ещё больше всяких плюх. Ну и болтовку я беру для того, чтобы двух снайперов дострелять. Это Тарковский стрелок, часть 6-я. Троих я уже подстрелил из пятерых. Надо ещё двоих где-то найти. И попутно, может быть, два квеста сделаем на берегу. Так, два маяка имеется. Всё имеется. Хирургия, медицина. Всё как положено. И я на болотах. Значит, выход у меня. Дорога-то на таможню. Честно говоря, не самый лучший спавн. Хотя, мне надо диких подстреливать. Но в первую очередь я бы хотел, наоборот, избавиться от маяков. Чтобы этого головняка у меня не было. Так как один из маяков... Опа. Шланга. Один из маяков надо будет ставить на административке примерно. Так, один из грузовиков находится на административке. Прям на выходе. Там Урал стоит. А второй находится вдоль дороги, знаете, где портовая зона. И там синим забором же стенами обнесено. Там ещё боты спаунятся. Вот там стоит второй грузовик. Тогда через административку, в первую очередь, сейчас тут пару ещё тайнечков посмотрим. Денежку-то тоже нужно выносить потихоньку, кроме прокачки. А то я чувствую, так... Долго песня будет играть. С прокачкой и убежища непосредственно. Ой, убежища, говорю, схрона. О, М67 что-то стоит. А фо что-нибудь стоит? Хигстарм визор. Фигня, наверное, какая-то. Тем более, если он только глязу защищает. Ну такое себе. Ладно, я пойду тогда по заданию сначала схожу, а потом уже попутно, если будет вариант, попутно где-нибудь ещё тайники поковыряем. А то я сейчас застряну тут на болотах. И пока буду лазить, моих снайперов там почек рыжат. Надо постараться успеть его бомбануть. Здесь на грузовике должны быть дикие. Обычно один-двое трутся, но что-то... Походу, кто-то прошвырнулся здесь или спавнился недалеко, может. Нет пока ботов. Интересно девки пляшут. Пожрать что? Потроны. Дешманские. Ну окей, пойдём в административку тогда. Что там у нас? Тишина. Блин, нет что ли снайпера? Не вижу. Нет снайпера. Зато дым есть. Проход между скал работает. А можно здесь как-нибудь... Опачки. Можно. О, ещё и автомат. Что там у нас? Ой, блин, на БП ещё. Ништяк, ништяк. В нужное время в нужном месте автомат оказался. Вот когда у меня не особо-то и нужен... Вон он, кстати, грузовик. И когда не особо-то нужен этот проход между скал, он работает, зараза. Технично. Ставлю маяк и на тапочку давлю. Снайпера у нас здесь на скале нет, поэтому я пойду... По-пихоньку в сторону. Лэп, наверное, схожу. Ой, лэп, говорю, гэс. Посмотрю ещё там. Клиентуру. Если не будет, то, блин, я даже не знаю, что-то... Как сделать тогда на этот... На заправку посмотреть. На заправке могут быть боты. Мне же надо... Ботов-то и обычных тоже настреливать. Я ещё ни одного не подстрелил, а уже полкарты проскакал. По-быстренькому, по-шуренькому. Так что, наверное, да, так и сделаю. А сейчас тут... Дамик, кстати, должен быть. На этой сопке два ящика. Смотрим ящики. Смотрим гэс. Смотрим заправку. И оттуда в сторону выхода пойдём потихонечку. И параллельно будем искать ботов. Есть кто? Нет. Нет никого. Мой АКР. Хотя он стоит, то, наверное, тысяч 8-10. О, вот это хорошо. Порох, это хорошо. Ну что, погнали на газ тогда он. Тут недалеко, прямо по курсу. Посмотрим, там снайпера второго. Тоже нет, что ли? Или подстроили его аккуратненько там лежит. Блин. Жалко, жалко. Я думал, хоть одного да успею подстрелить. Нету снайпера. Нету. Сачкуют, гады. Не появляются нифига. А как мне тогда? На таможне, может быть, сходить там безо-за этими снайперами? Ну, сейчас поглядим. Я думаю, что пару-тройку рейдов придется здесь, на берегу полазить, чтобы сделать этот квест. О, бронеразгруз. Молочков. Цвет. Цвет. Можно забрать его, да? Или какого он там класса? А, так он третьего класса. Не, не надо, гайки отдай. Челоботы пусть раздербанят. Уровня до десятого это был бы приятный сюрприз. А так, когда уже есть возможность четвертого класса броню таскать, покупать. Третий класс уже не актуальная тема. Интересно, тут уже прошвырнулись или что? О, дикий на мосту. Или это не дикий? Не, это дикий. Оу. Я попал по нему, по-моему. Блин, он мне в голову попал. Дробинка залетела, по-моему, в кабину. Мать твою, нифига ты. Ну да. Видимо, какая-то дробинка мне все-таки пролетела в башняк. Ничего себе. Шлемочок-то спас. Походу, дело. Убил я его или не убил? Где посмотреть это? Это стимуляторы. Вот гаманитарка. Да, один из десяти есть. Отлично. Страшный зараза. Смотри, что. Накидал. Люлей. Будем по пути долечиваться. Незаметно. Нашумел он, конечно, спускаться туда. Сейчас такой себе вариант. Но надо посмотреть. Может, там еще кто есть? Обычно тут, если бот есть, то их обычно тут двое. А то и трое. Редко когда он один. Вроде тихо. По первым впечатлениям. А ну. Что там, братюня? Режек заберем. Что-то в мешке таскает. Ух ты, ключик какой-то. Двести восемнадцатый. Падет, падет. Пополнили еще. Одним ключиком. Набор. Ключей от этого берега. А можно, кстати, тарзана у него отнять, да? Он же побольше моей разгрузки. Вот так вот. Аптека у меня уже назначена. Фигня. Все. Пошли тогда смотреть заправку. Парноватый еще. Научился я теперь кушать, пить. Как правильно кушать и пить? Чтобы извлечь максимальную пользу из провианта. Ну что так скудно-то по ботам. Ёперс это. Где боты-то? Тут обычно их по двое, по трое лазают. В смелую вообще. В открытую. Вообще ни одного не вижу. Что с квестами-то? Как квест это делать? Чебы-ка-то я знаю, как найти. Изи-пизи. А, вон он идет один, смотри. Есть кабанчик. О. Другой разговор. Вдоль воды, может, лазают. А, это знак. Да нету нифига. На Норвенский, на Норвенский. Ну, мне на Норвенском делать, честно говоря, нечего. Если я туда зайду и вдруг совершенно случайно, там будет санитар со своей свитой. У меня потом от стенки-то надо отмывать будут. Не вывезу я санитара с такой волыной. Я, в принципе, не рассчитывал в первом же рейде все сделать. Так что все нормально. Сейчас поставлю второй маяк. Главное, что с маяками разберусь. И я буду уже маршрут выстраивать таким путем, чтобы чисто по местам обитания ботов лазить. Ну, в принципе, они тут-то тоже есть, боты. Должны быть. Но их нет. Пойдем тогда второй грузовик. Да уж, да уж. Ну ладно, ничего страшного. Даже если мы сейчас ботов не настреляем, а мы уже, походу, их не настреляем, ничего страшного. Я прошвырнусь обязательно по тайничкам. Че-нибудь да вынесем. Хоть какая-то польза с рейда-то точно будет. Плюс... Че страдать-то? Два грузовика? Считай, пометили. Вот он, второй. Все. А можно, кстати, на Чупа-Чупсе сейчас ходить. Там тоже могут быть боты на Чупа-Чупсе. Плюс на выходе могут быть, где дорога на таможню. Нормально, нормально. Сейчас кого-нибудь встретим обязательно. О, автальмоскоп. Ни хрена себе. О, мне по квесту нужен будет же. Ха! Зашибись. Зашибись. Отметим это дело горошком. Вот тебе и тайничок, автальмоскоп целый. Он, блин, не столько интересен по стоимости, но, в принципе, он стоит всегда 1090 примерно. То есть это приварок хороший. Но он мне нужен и нужен причем с галочкой. А варить его можно или нет, я уже и не припомню, если честно, в этом верстаке, в убежище. Ну все, пошли на метеостанцию. О, ты видел, да? Слышал, да? Он заспавнился. У меня перед носом прям... Прям я слышал, как он... Офигеть! Я такого... По-моему, не встречал еще ни разу. Прям слышно было, как он появляется, как он заспавнился. Прям как будто с... Прыжок такой как будто был. Он на месте-то вряд ли будет прыгать. Появился, топнул и поскакал. Так вы че, ребятки, не успели еще заспавниться, что ли? Так я уже хожу, тут полкарты прогулял. Тебе полкарты? Я с болот, считай, сюда приперся. Я всю карту уже прошерстил. И ты один только тут появился. Ну ладно. Будем действовать тогда. Более мобильно. Фиг его знает. Вот иной раз пройдешь в рейд, а тут диких просто по три человека на одной точке. Пояски. В таком рейде сделать квест в десять всего лишь убийств? Просто как два пальца об асфальт, Ксюха. Нет, нет. Хотя можно было бы взять. Мне Ксюхи сейчас нужны будут. Ладно, купим. У меня же... А, у меня еще бомж с поляхима же есть. Квест. Там пару-тройку диких надо на таможне убить. Короче. Сейчас, если ничего не получится здесь с поиском снайперов, то можно будет смело, но то можно сходить. Там точно добьем, я думаю. То ли два снайпера, да, здесь на берегу. И черти знают, где, откуда. Надо бежать, чтобы их сразу же посмотреть. То ли на таможне. Локация меньше, а снайперов целых пять человек. Ладно, война, план покажет. Не буду пока загадывать. Сейчас посмотрим, что в этом рейде. Спички там стоят? Чего-нибудь нет сейчас? Пойдет. Погода так и шепчет. Ложись и спи. А что тогда? Время-то у меня есть. В месте у меня не самый хороший лут. Может, тогда по тайникам прошвырнемся? Здесь как раз рядышком куча тайников. Там недалеко от вышки пару тайников есть. Диких-то я уже вряд ли настреляю. Сколько я одного здесь, второго там, третьего на ГЭС убил? Всего троих, блин, из десяти. Мало-мало. Мы пошли по тайникам и на дорогу. Что там у нас? MP5. Заберем? Да, точно, можно забрать. Можно вот это оставить и птичка есть. Полудохлая. О! MP5 надубал. Второй тайничок у могилки. Ага, вот он, крест вижу. Второй тайник говорит нам Никсер падет, падет. Один тайник, а один одна вещица более-менее чего-то стоящее. Нормально? И он его в Тальмоскоп в тайнике найти. Офигеть. Я его находил обычно в сумках каких-нибудь медицинских там или еще что-нибудь в этом духе. В тайнике, оказывается, тоже можно найти. Здорово. Так, я пробежал третий тайник. Шиш, в третьем тайнике чепуха всякая. Ну, раз на раз не приходится. Ничего-ничего. Сейчас еще пару тайничков вскроем. По пути домой, так сказать. Молочка мы можем жахнуть? За сколько там? 30 энергии? 20. Нет, потерпим. Экономить будем. Хорово купим. Тишина. А на вышке? О, а на вышке стоит. Красавец. Мэр или притворился? Тишина. 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 Сразу. В кустах сидит. Может, челобот уже подъехал? Хотя, вряд ли челобот бы оттуда начал стрелять. Наверное, напарничек его бот. Сейчас по мацам. По железу, что ли? Вон, какая-то шишка еще торчит. Что за шишка? Нет, фигня, куст. Ахах. Бо, на. Бо, на. Бо, на. Бо, на. Дану. Бо, на. Фак. Кровь. Рука. О, здесь уже. РТТ. А ты чё думал? Блин, ВПО, зараза, проклятый. Как, блин, вообще, жесть. Вот фиг его, да, угадаешь? Иной раз он шотит в тушку прям вообще смачно. Есть человека, нет человека. С ВПО стрельного один раз. А иной раз по два, по три попадания. Пофиг вообще. О, и бушка пойдёт. Дюй, ты ищ. Нормально, нормально. Чё у друга на у твоего? Шмазку можно. Я не знаю, зачем покупают шмазку, но почему-то её покупают за неплохие деньги. Ладно, пошли отсюда. Шуманули. Там с Мосинки кто-то стрелял с той стороны. Тоже, наверное, идут к дороге на таможню и сто процентов будут смотреть эту вышку. Руку пришить надо. А то так не пойдёт без руки-то лазить. Как раз хирургию подкачаем. Этот, как его фамилия. Жизнеспособность... Нет, жизнеспособность вряд ли будет качаться. В общем. Ё-моё, 29. Пол руки, как и не было. Жёстко у вас тут всё, парни. Жёстко. Вот тебе и ЦМС. Вроде используется быстрее, да, чем сюрф. Большой, чем хирургический. Но... При этом перелома он не лечит. И очков здоровья штраф очень большой. Надо уже Эпсилоном разжиться. Надо, кстати, давануть как-нибудь на квесты, которые ведут к Эпсилону. И к большому контейнеру восьмиячеечному. Тогда будет гораздо удобнее. И серф таскать можно, и доки там таскать можно будет. Да и всё, в принципе, можно будет таскать. Это та же гамма без одной ячейки всего. Больше для счастья ничего и не надо. Так, патроны надо в АК-103 накидать. У меня тут ПС-ки есть, трофейные, чтобы у меня полный магазин для 103-го был. Надо его ПС-ками забить. Всё спокойнее, когда есть автомат. В дополнительном слоте, да, на спине? Вот в таких ситуевинах, как сейчас под вышкой была. Прям вообще красота, да и только. А то фиг его знает. Сейчас бы от бота отъехал бы. И всё, тебе. Лупас. Паракорд. Ух ты, это мне тоже нужно будет. По квесту шланг можно. Сейчас шланги там 1010, наверное, стоят. Ладно, шланги мне пока не нужны, по крайней мере. Паракорд мне точно по квесту нужен будет. Их там три штуки, по-моему, нужно будет. Вот и вся любовь. Подуванчики растут. Хорошо. И 11-й КПП, но можно, по-моему, здесь выйти. Да, временный КПП у меня есть выход. Если там прожекторы сейчас сгорят, то я смогу выскочить с локации тогда. Сколько я? Пятерых подстрелил ботов? Ну, пол квеста сделал, больше половины квеста. Главное, я пометил два грузовика. Это нужное дело было прям в первую очередь. И половину ботов настрелял. Отлично. А МРЕшки мы всегда сможем купить на барахолке. И все, блин, теоретически квеста уже выполнен. Да, горят. Они издалека. Может показаться, что не горят прожектора. А ближе подходишь. Вот оно все светится, работает, горит. Хороший рейт получился. Еще раз загрузим сейчас. Добьем ботов. Твердая пятерочка. Настрелина. Ну, делать мне в схроне долго нечего. Единственное, я тут барахлишко поскидываю и все. Да и все, любовь. Выход выживания с локацией необязательно. Пять сухпайков. Четыре, точнее, нужно сухпайка. Один я уже сдал. Эти сухпайки не обязательно находить в рейде, как я говорил, их купим на барахолке. Ну, что, булки мять? Погнали. Берег пятнадцать. Все это за ЧВК. Достраховываем то, что нужно достраховать и вперед из песней. В общем, задача теперь еще проще. Мне нужно будет убить всего пятерых диких и два из них желательно, чтобы были дикими снайперами. и тогда я смогу закрыть два квеста. Че, опять? А, нет. Нет, нет, не опять. Нет, нет, не опять. Значится, дикие снайперы. О, у меня один из снайперов здесь рядом совсем. Здорово. Тут тайничок. Тайничок, тайничок. Заберем и тайничок. Опачки. Красавец какой. Сейчас свои капельки, мать их, скинем. Кушары по махнате. О. О, поприятнее звук. Блин, в ГСШ хорошо, конечно, слышно, но в ГСШ они как по мозгам топот этот авразор. Гораздо мягче звук получается. Хоть и говорят, что там что-то с позиционалом. Какая-то фигня. Но это ничего. В общем, я возле прохода между скал и под этой лэб открывается прекрасный вид на снайперскую скалу. Скала прекрасна, но снайпера на ней опять нет, походу. Ну чё ли, серьёзно, что ли? Ой, блин. Да, один из квестов уже точно не выполнить. Снайпера нет. Делать, значит, тут нечего. Выход и выход не работает. Но точно делать нечего. Хорошо. Тогда прямой наводкой на ГС тоннель, да? Ну если у меня в ту сторону выход, может быть, мне тогда с этой стороны лучше обойти? Со стороны западного? ГС я всегда смогу подстрелить и с обеих-то сторон. Если я здесь через административку, через западное крыло обойду. Сколько у меня здесь есть шансов? Ну здесь тоже неплохие шансы. Слушай, пятерых-то диких это уже не 10 получается. Это как 10 только на 5 меньше. Чё теперь математики? Сейчас бы гордилась мной. Тут грузовичок есть недалеко. С него, наверное, начну. А там поглядим, как получится. Да, блин, серьезно? Где, чё, как жить-то? А, вот он, красавец. Опять, наверное, прямо передо мной заспаунился. Хорош. Хорош. Так, осталось 4. Сейчас поглядим, чего имеешь. ВПО имеет с оптикой. Блин, можно было бы сейчас, кстати, перекинуть глушилу оптику ещё по патронам. А, фигня. Ну не хочется, если честно, возиться сейчас перекидывать туда-сюда. Должно стоить там тысяч, восемнадцать, двадцать, это клопло. Лучше уж с Мосинкой, как по мне, лазить. Тринячок. Сигня оттывники. Ну я пошёл тогда на автобусную остановку. Тут рядом. Тоже нет ни хрена. Не, ну это не серьёзно. Это, походу, применили. Короче, пример спа у нас развязки. Чтобы не так сильно нагружать локацию, походу ботов докидывает до... Здрасте. Тихо поймать. Трое осталось. Пойду ГЭС пока посмотрю. ГЭС, ГЭС, ГЭС. Скажи, что там есть снайпер. Это, короче, по принципу загрузки в этот, в развязку. А, блин, на развязке снайперов-то нет? Нет. Значит, и тут, наверное, их не будет. Но ничего страшного. Я думаю, допилят это. Нету, нифига, ни на крыше, ни... нигде. То ли ближе подходить, то ли чё. Уже второй раз боты как будто бы прям вот-вот перед тобой только заспаунились. Даже не второй, а третий. Но вот то же самое было в прошлой катке. Ой, ЛЭП. Господи, почему я ЛЭП называю? ГЭС, ГЭС. Ладно. Херня это всё. Пошли на заправку. Вы надо мной раздеваетесь, явно. И тут нет ботов. Это надо, короче, этого... Как его фамилия? Отмычку брать, запускать туда на заправку. Чтобы он заспаунил всех ботов. Там, если кто заспаунился, заагрил на себя и сидеть, отстреливать. Ну, капец. Забавно, забавно. У ботов скоро будет жизнь интереснее, чему чувака каких-нибудь. Нет, нет, здесь никого. Единственное, может быть, они где-то ныкаются здесь? На пляже? Возле тайничка обычно трутся там. Да нет, ни хрена. Да уж, что тогда на рыбацкий? А. Не вижу ничего. Дождик, это, конечно, хорошо и атмосферно. Плюс он дает мне немножко бонус к скрытности. Где-то может быть, они дослышат и не услышат мои шаги. О, дикий идет. Это мой клиент, это мой клиент. это будет хороший мальчик для битья. Сейчас на нем практикуемся с ВПО пострелять. Блин, да не столько сама пушка неудобна в обращении. То, что там невысокая скорость полета пули и все такое, настильность убогая, это все дело поправимое, это все с опытом компенсируется. Но вот самое беспонтовое в бронебойном этом патроне, который единственный в принципе юзабельный, да, более-менее. Единственная его проблема в том, что там штраф к точности очень сильный. На дистанции больше 100 метров уже сложно попасть, даже если ты четко все просчитал. Есть какой-то элемент рандома. А, вон он. Капец ты встал. Попал, не попал? Я, по-моему, высоко взял. Ничего не попал, короче, по-моему. Что-то он спокойно как шел, так и шел. давай, братюня. У меня всего троих-то надо. Отказывается здесь выходить. Сейчас обойдем баржу тогда. на дороге. О, на дороге стоит клиент, смотри. Чик. И, по-моему, он не стоял, а он заспавнился прям. Ну-ка. Фигня, не попал. Может, я высоко беру. Блин, мимо. Высоко беру, наверное. О. Не, нифига. Уходи, братюня. Стрелок от бога. че сказать. Ну, ничего, ничего. Ну, может, разок-то я попал по нему? Может, там от ранения загнется? Ого. Кто-то еще буксует там. Блин, куда заныкался? хрен. Хрен. Просыше и не убивайте моего бота. А он живой. Я, по-моему, высоко беру. О, есть. Попал. я попал по нему. Я попал по нему. Дробовик щелкнул, по-моему, возле танка, да? Да, я убил его. Еще двоих осталось. Так, один у меня на полуострове рыбацком до сих пор где-то ныкается. И еще одного нужно будет найти. Может быть, тогда сходить к этим коттеджам? Там возле коттеджа обычно трутся ребятишки. Может, какой дурачок там на дорогу выскочит? Пойдем проверим, чем черт не шутит. Вот отсюда в аккурат тут все как на ладони. Вся улица. Но по улице никто не шастает. Если кто и есть, то он на территории там внутри. Ну, или сидеть выжидать придется. И то не факт, что дождешься. Да. Тогда пойдем попялюмся где танк, где выстрел был. Кому гастронома тоже частенько бот лазит. Открыт тайничок. Вот тут самый хатрый. полуостров гляну, если он тут ныкается. Сейчас мы его здесь подстрелим. тишина. А тут тишина. Ну и хорошо. Да куда ты заныкался и идти, твою мать? Я на той стороне тебя пас. Ты здесь где-то тырился. Я на эту сторону перебежал. Ты походу на ту сторону за баржу да, ускакал? Что за нафиг, блин? Не вижу, хоть убей, не вижу. Ладно, я тебя все равно найду. Я тебя все равно вычислю, гад. Никуда не денешься, не отстану от тебя. О, вон он. Твою мать. О, попал. Это сто процентов попадания. Не убил? Знаю, но попал. Все, ушел, затарился. Так, ну раз попал разок, значит, есть шанс того, что он истечет кровью. Нет, я его не убил, но ранил. Это как пить дать. Это как пить дать. Нужно либо обходить на левую сторону, откуда я пришел, либо подождать какое-то время. А пока мы будем ждать, можно сходить на танк, как я и хотел. Посмотреть у гастронома. оба на. Пошел, вижу. За танком сейчас выйдет, наверное. Не, я с карты не выйду никуда, пока не доделаю квест. вот что-то, где? Блин, взрывы все ближе. Был, был, пропал, а вон он. Есть! Все, последний остался. но парник имеется тут у тебя. Не, тишина. В этом коттедже, а он открыт, хотя его бот мог открыть. В этом коттедже, говорят, видеокарта спауниться. А, тут уже лутано. Вот в этом ящике выдвижном, говорят, спауниться видеокарты. Не знаю, говорил, не говорил. Показывай. Блин, у меня уже гидрация, энергия, а во, сачок, аккурат. Мы пошли, того достреляем, все, я уже одной ногой на выходе. Я уже на чемоданах, уже хоть... О, он сам умер. Он сам умер. Ай, молодец. Все, жрем, пьем тогда. Прокачиваем метаболизм. Используем по максимуму положительные свойства. пищи и питья. Вон там кровь истек, точно. Ну вот, я же говорю, попал, попал, отлично. Все, сделал я все-таки этот квест. Надо сходить на таможню, хочу на таможке поглядеть, что там со снайперами. Все, пятерочка твердая, добита. 10 в итоге имеем. 217 метров, Леха, Хасан. Нормально, нормально. Ну вот. Закупаюсь 4 МРЕ, сухпай, и сдаю квест миротворцу. Гуманитарку можно закрывать. Нафиг. Путевка в санаторий, часть первая. Семь диких убить на побережье, попаданием в голову дробайка 12-го калибра, ну ё-моё. Окей, понял. И секта, часть первая. Найти пропавшего информатора. А, ну это я знаю, где находится. Окей, тоже берег. Все, миротворец готов открыть 3-го уровня. У меня товар сейчас тут продам, кое-чего у меня тут имеется. А вообще, слушай, мне нужно будет доллары же, 10 тысяч долларов. Я сейчас 3 тысячи у него прикуплю. Как раз и товарооборот. О да, здорово. Есть, 3-го уровня миротворца открыли. Ништяк, ништяк. Вот у миротворца я раньше менял АК-74Н МакПул Эдишн. Вот этот автомат раньше стоил 3 GP монетки. Блин, но сейчас это невыгодно уже стало. За 3 монетки капец выгодно было. А сейчас либо 1 к 1 цены, с учетом того, что у вас торговцы все открыты, у которых продаются там пламяки, РК-3, вот эта рукоятка. Ну, в принципе, поначалу может быть еще и выгодно, но поначалу GP... Ну, в общем, сейчас уже невыгодно. Раньше было в 2 раза дешевле, за 3 GP монетки можно было выменять этот автомат. Сейчас я буду продавать эти монетки. Пошли на таможню, посмотрим, можно ли сделать шестую часть Тарковского стрелка. Переодеваться не буду. Шлем только поменяю на более скрытную, а то синяя голова бегающая среди кустов. Такое себе. ЧВК. Таможня... Можно вечерний даже рейд забабахать. Страхуем то, что нужно. И пойдем смотреть, что там. В общем, на таможне у меня есть два квеста. Это Бомж с Полихима, по-моему... Троих мне надо... Что-то не посмотрел, блин. Троих, по-моему, диких нужно дострелить по квесту Бомж с Полихима от Прапорщика. Плюс от Егеря квест Тарковский Стрелок часть 6. Мне осталось всего двоих снайперов убить, но я никак их не могу встретить на берегу. Два рейда и ни одного дикого снайпера. Поэтому будем искать на таможне. Пащи вы, канасики. Когда ты нужен этот спаун, конечно же, не появишься. Удобный спаун для того, чтобы залететь на эту... Господи, он в общежитии. Для квестов в общаге прям огонь. Спаун, но не для меня. Мне как раз наоборот в той стороне где-нибудь. Пойдем перебегать. Тогда тут по левой спаунов несколько. И они вдоль стеночки там спускаются, поэтому я тут ближе к центру карты. отсюда как раз и трубу видно, гляди. А на трубе тишина. Пойдем смотреть. Ого! Ого! Ты что там делаешь? Ну, это уже ЧВК спустился. Вероятнее всего. Крыша. Цеха с газелью. Нет дикого. Две точки из пяти. Дикого нет снайперов. Ша по морям КПП. Да нет это никого там. Фигня короче. Ну, пошли четвертую точку смотреть. В натуре скорее всего правильно народ рассуждает. С этими снайперами беда из-за того, что сделали спаун такой же, как и на развязке, на которой не спаунятся снайпера. То есть спаун не знает, что нужно снайперов догружать сюда. Фигово, фигово. Ну, хотя, может быть, ко дню выпуска этого видоса уже почек рыжет. Все будет в ажуре. Но точно нет тут никого. ее просты. Тогда скорее всего придется этот квест отложить в долгий ящик и ждать, пока пофиксят проблему с ботами. Да, печальные новости печальные. здесь никаких ботов. Не вижу ни на трубе, ни на крыше, ни на КПП, ни на скале. Есть, конечно, малюсенькая вероятность того, что он заспавнился наверху, где стройка. Но чё-то в ОБС-ке. Но чё-то не верю, если честно. Сколько раньше я не играл таможенную, хоть в одной точке, но обязательно был снайпер. А тут не то, что снайперов, даже трупов их нет. То есть там их не было и изначально. да их смотрел я практически сначала рейда. Окей, давай немножко пошуршим, поскребём тогда в рюкзак что-нибудь, а то прошлый рейд я с пустым рюкзаком вышел, чисто квест сделал. Тут квест не вариант сделать, значит пошакалим, значит посмотрим, что можно будет вытащить отсюда с таможни. Может о каких вкуснях надыбаемся. О, кстати, можно будет заглянуть в юсековский цех, где склад юсеков. У меня ключа от него нет, конечно, но зато там есть стримерская комната, где часто говорят спавнится видеокарта. пойдем поапелимся. Пойдем поапелимся. остановится. Нет, показывайте, что тут у нас хавчик. О, я как раз не покушал, не попил с прошлого рейда. Да, точно, 44-57. Ну, сейчас сачок, если найдем, можно будет убиться. Хотя селедка сейчас стоит неплохо так. Ее же на этот на холодильник можно менять. дожрать селедку будем в крайнем случае, чисто. О, сок. Что тут у нас еще есть? О, фильтр. Хорош. Я же теперь фильтрую водичку-то сам. Можно его в подсумок смело. Чик. Ништяк. Так, на этой стороне, кроме фильтра, можно сказать, ничего интересного, да? нет, нифига. Так, что, наверное, подсвечу? Это уже совсем темно. Где-то в каких моментах будут очень ярко. ну, вот такие вот они ночные рейды. Я, в принципе, вижу, ориентируюсь, но когда в YouTube загружаешь, он, зараза, такое качество так сжирает, что вам просто пиксельные пятна потом будет показывать, а так с подсветкой хоть что-то увидите. Подсветку я делаю не в игре, пишут в комментах частенько, когда подсветка есть в выпуске. Это я делаю не в игре, это я делаю в этом видеоредакторе, когда уже монтирую видос. Нет, нифига тут. да, ну, фигня всякая. О, вот это отвертка. Нормаз стоит. Бинтик и бинтик. Обмотаюсь бинтиком и буду. Нерзкий, нерзкий. Не уж, ничего нет. Пойдем тогда посмотрим, может быть, топливо можно будет надыбать. Но топливо здесь спавнится знаете где? В цехе с газелью. Тут ребята не народились случаем совершенным. А вдруг? А нет. Никого. Пошли в цех с газелью туда. Бляха, муха. Блин, я так седой стану раньше времени. Так, богат ножом и МК-3 можно у него отнять. Хорошо. Раз у нас задача вынести добришка побольше, МК-3 как раз кстати. Флешек нет. Шуманули, не хочу тут торчать на открытой газели смотреть. Что за шуманул? вечерний рейд конечно поспокойней, да? Гораздо спокойней дневных каких-то рейдов. Вот самый кайф сейчас делать какие-то квесты и как раз квесты с убийством снайперов, которых частенько ЧВК сами же убивают. Тут ЧВК не так много и хорошие шансы были доделать этот квест. На, держи. Привлечем туда еще больше внимания. Если кто в округе лазит, точно туда пойдут попялиться. Че там случилось? Чего это там гранаты рвутся? Вот тут должно быть топливо, но его нет конечно же. Понятно, понятно. пошли домой тогда. ВСРФ Опа, черкаш это дикий. Че, попялимся? А то я бомж с полихима так никогда не сделаю. Вроде все попутно, попутно. А нихрена попутно. Аккумулятор, когда ты нужен был, тебя не было тут. Ага. Эй, не, горната что ли? Точно. Блин, че за возня началась? Тихо же, нормально общались. Кровотечение. Вот он! Да твою мать! Проклятый ВПО, 4 попадания, он, блин, с борьбойного патрона. Ну, че это за абсурд? Че это за фигня такая? Блин, нафиг бы оно мне сдалось такое задание. Не, я ВПО больше покупать не буду. Это все прикольно, конечно, но с ним можно ходить где-нибудь по каким-нибудь локациям большим, типа берег, либо лес, и то чисто когда надо ботов каких-нибудь подстрелить. На таможне с ВПО делать точно нечего. Уж лучше брать Мосинку, если нужно что-то тут с болтовки на таможне подстрелить. Уж лучше Мосинку взять. вот уже бы доделать этого тарковского стрелка шестого. Я бы поинтереснее какую-нибудь болтовку взял, потому что там посложнее задание, там нужно будет уже и по ЧВК стрелять, не только по БОТам. Или как раз на моей любимой локации лес. Твою мать, у вас там наверное вообще ничего не видать на экранах. Идете по приборам чисто. Ага. Кто-то там с пестиком. Такое ощущение как будто преследует меня. наглец какой-то. Так, что-то ой, я тоже вские магазины не выбросил. Чайник. Слышь? Чайник это огонь. Чайник мне тоже с галочкой нужен. Ой, я молоко профукал. Блин, не делайте так. Если пьете молоко, то позвольте анимации полностью отыграть. Только вскрыл молоко, глоток сделал из-за того, что пулю начал в магазин закидывать. Молоко пустое ушло. В общем, пойду потихоньку в сторону ВСРФ сейчас тут тайник один вскрою и в лазарет загляну. Погляжу, там, может быть, разопадки с разведданными будут. Раз такой тихий реет и вознявся на той стороне. может быть, тут никто ничего не самое не вскрывал. На базу решал и не осмелюсь пойти. страшно. Ну, а в лазарет это мы можем. О, присадочка. О, присадочка. Перелив. Ой-ой-ой, хорош, хорош. Две присадки. Две присадки. Это уже 80 тысяч практически. Сто тысяч с одного тайника. Тихо вроде, но нет, пожалуй, я не буду рисковать. Пойду-ка я подобру по здорову там. Упа. Упс. Ну, ну и правильно. Встретились как-то два чувака на таможне. Один слепой, второй косой. И жили они долго и счастливо. Порознь. Ладно, сделаем вид, что никто ничего не видел. А что, какой чувак? Я ничего не видел. Вы что, видели что-то, что ли? Оказалось. Не было там чувака никто. И ему тоже показалось. Ну, ты, конечно, уже все выгреб здесь, да? Хотя, тут есть одна комната с медициной. Которую редко к точке кривого. Конечно, никто не смотрел ее. Бинтики-шминтики, гемостатик. Хирургический набор. Эту штуку можно выкинуть. Думаю, она ничего там не стоит. 34 миллиметра, по-моему, стоит хорошо. А 30 не особо. Ну да, вон тут выгреб все. Добросовестно поработал. Молодец. Молодец. Бинтик валяется. Если что, и было, то он забрал, скорее всего. Ладно, нормально. О, это что такое? Бронеразгруз. Пустой. Ладно, все, хватит, наверное, мучений. И моих, и ваших. Стивниками с этим. Нет, мне вообще, меня вообще не напрягает. Мне даже интереснее немножко ночью лазить по ночным локациям. А не как-то и по атмосфернее. поспокойнее. Квесты делаются вообще на ура. А вот вам картинка там вообще паршивая будет. Поэтому пойдем домой. ВСРФ работает, прожектор горит. Хорошо. Значит, валим отсюда. Хорошо, что здесь ботов нет, иначе могли проблемы возникнуть. Ну а так, чё, почему бы и нет. Чайник, и деньжат неплохо вынес. Часть квеста бомж с парихима сделал. Пойдет, пойдет, нормальный рейд. Я чё за нафиг? Нет, четко все, все на месте. Блин, я думал, сейчас не засчитает этот рейд, и весь мой лук пропадет. Водосборник. У меня потихоньку фильтрует водичку. А вот куда 10 тысяч долларов нужны были. Сейчас будем ставить воздушный фильтратор. 48 часов. Пойдет, пойдет. Теперь мы можем самогон гнать, парни. Живем, живем. Сейчас докуплю то, что нужно. Есть, тоже 48 часов. Особо менять тут нечего, я скину добришко, которое надыбал. Поменяю, наверное, разгрузку, чтобы такую огромную не таскать. И быстренько, быстренько, быстрый рейд на таможню. Посмотрю еще раз. Убедиться хочу, что квест придется откладывать, как бы мне этого не хотелось. достраховываем. Таможня рейд в 5 утра. Не буду долго тут возиться, собирать что-то там. Быстренько пробегусь по всем пяти спавнам. Если ничего нет, то просто выскочу тогда с локации и пойду лучше делать тогда с дробовиком на берег квеста от миротворца. ой, хороший какой спавн. Прям вообще то, что доктор прописал. Мы сейчас за скалой сразу же чекнем этого первого снайпера. Пусто. Проверяем трубу. Пусто. Сюда запрыгнуть. Не, не, Оля. Крыша. Крыша на первый взгляд тоже пусто. Ну и КПП тоже. Чистоган. Хреново. Не вижу никого. И не слышу никого. Просто так здесь ходить мне бы не дал снайпер на КПП. Он бы уже кипиш поднял бы, наверное. О, кто-то базарит. Ты появился? Родненький. Сейчас я попялюсь. Подожди, подожди. Ты как раз заспавнился и сейчас пойдешь или уже зашел на КПП, да? Нет там никого. Нет, что-то какая-то проблема со спавном снайперов на таможне, на, господи, на берегу. Ну, будем надеяться, что проблема будет решена в течение пары-тройки дней. Посмотрим. Тут возня нормальная на заправке. Дайте мне одного, пожалуйста. О, есть! Хорошо, спасибо. Стараканил одного дикого. Хе-хе-хе. Ну все, хоть что-то какой-то хоть квест сделаем. Бомж с полихима готов к квесту завершения. А 25-й дикий это был бы аккурат. А в остальном так же все. Тишина. Ни на турбине, ни на крыше, никого не видать. Остается только посмотреть на стройки на крыше. Если и там нет, то я пойду на этот на лодку к андробандистах. Мать твою. Это что такое? Нет, 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 нет. Идите-ка в баню. Это походу заводские там. Не нужны вы мне, ребята. Даром не нужны. Мне бы пару снайперов. Вот это другой разговор был бы. Пусто на трубе. А с кем заводские воевали? Они их откинули или положили там? Или вот тут до сих пор? Блин, ощущение, как будто здесь кто-то есть. Кто-то там под трубой лазит, по-моему. А на крыше на стройке нет никого. Не прухась. Сдаю квест-бомж с парихима для прапорщика. И беру квест-поставщик. Пять снарядов БМП можно будет сварить у меня в убежище, а вот найти военный аккумулятор этим будет заниматься у меня дикий на этом, на резервной базе. А у ФЗ снаряды или как они называются? Два штукица. Ой, блин, тут лев нужен. Снаряды-то дорогие и выходят. Сами по себе недорогие, но варить их дороговато, по крайней мере, пока. Ой, порох под 80 тысяч. Ладно, пока подождем. Пока не горит у меня этот квест, так что поживем-уверим. ВПХ варится еще в пять часов. Отключаешь генератор пятьдесят часов. Одно топливо оставлю тогда, наверное, целую канистру. Блин, места нет. Целую канистру с генератора уберу, а ту, которая там осталась двадцать литров. Четыре пятьдесят три, ну и нормально. Пусть как раз и ВПХ доварятся у меня, и обгрейды все сварятся здесь. Получился такой неоднозначный сегодня денек пути со дна. Будем надеяться, что больше повезет в день двадцать первый. А так, на сегодня у меня все. Надеюсь, выпуск вам понравился. Удачных рейдов. Уверимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова